Гадская штука, телевизионная реклама. Так и заставляет нас пойти в Макдональдс, перекусить. В Макдональдс пойти. 90 процентов, ну не 90, 80 процентов жителей города Магнитогорска не знают, что такое Макдональдс. Это, наверное, не стоит и знать. Потому что это только в сказках, там быстро кушается и дешево. Наш ужин на двоих, или обед, или завтрак, без разницы, обходится в 450-500 рублей в Макдональдсе. То есть фастфуд, как говорится. Такой гнилой, американский. Да нормальный он. Только он не фастфуд, и Макдональдс это не кафе, а ресторан. Сегодня приехали мы в кафе Султан, чтобы, ну, днем устроить себе бизнес-ланч. Хотя понятие бизнес-ланч мне очень не нравится. Я люблю плотно покушать. И качественные блюда. Но без фанатизма мы не можем. Я попросил сегодня, чтобы в кафе Султан, уже в клубе Султан, приготовили что-нибудь полегче. Ну да, опять три блюда. И опять на пять. Хотя давайте сначала попробуем. Что за моей спиной? За моей спиной вполне работающая аппаратура. Ну, скажем так, к ней я имею некоторое отношение. И аппаратура может работать и днем, если вы сюда придете. Не проблема. Люди со смены возвращаются. Захотели отдохнуть. Спокойненько. Ну, подождали 15 минут. Диджей приехал. А может быть и не надо, потому что скоро летник и будем работать круглые сутки. Так. Я больше всего на свете из блюд жиденьких, ну, из первых. Люблю солянку. И по солянке я готов судить о качестве приготовления пищи в любом заведении. Потому что если нет вкусной солянки, ну, идти сюда смысла нет. Солянка от кафе Султан меня сейчас просто ароматом своим прибило. Можно ли что-то сказать большее? А попробуем. Я крупный специалист в солянке. Очень крупный. И солянка. Ну, в моем личном исполнении съедает со мной и друзьями в течение ближайших 2-3 часов. Солянку настолько делить, я вот хочу, люблю и хочу. Наш язык. Что не жалею денег. И 4 литра солянки от меня это 1,5-2 тысячи. Теперь, зная ароматную солянку, правильную солянку от кафе Султан, у меня свое отношение. Кстати, для начала я вас хотел прибить одной фразой. Бизнес-ланчи, это очень сильно похоже на бич-пакеты. Ну, примерно столько это и стоит. То есть вы думаете, что лапшу вам положили, гречку, там, котлету и все? Это правильно? Нет. Уровень заведения, это уровень вот таких вот блюд. По соляночке оторваться невозможно и очень сильно хочется еще чего-то. Сюда. Из дешевой колбасы солянку не делали. Говорим. Украшение. Семга в студию. Семга гриль. Кстати, не хуже, чем шашлыки семги. И пока я вам демонстрирую эту красоту. Специальным соусом и ремонтчиками. Вот та красота, которая за мной. Видите, да? Вот та красота. Большая такая коробочка. И коробочка потоньше, но подлиннее. Вот эта красота, она единственная в городе. Она здесь. Меня в свое время, ну, постоянно передергивало, когда в досуговых центрах говорили, что у нас качественный звук. Да ерунда у вас, а не звук. Вот здесь звук, под который очень можно хорошо посидеть. Посидеть, музыку заказать. Семгачку гриль. Что там? Шашлычок. Еще он не надоел? А семгачка гриль, это все по-другому. Берем семгачку. Пьем лимончик. Обильно в этот момент ваш желудочек выделяет тоже желудочный сок. Копим. Еще омгачку гриль. Закидываем. Хороший, добротный кусок. Я специально оставлю супруге покушать. Она сейчас камеру держит. Потому что она любит это делать. Меня сегодня порадовал кафе. Султан, вот я так вот, с соусом. Где-то рыба, которую есть не охота. Все, меняю отношение к шашлычку рыбному. Еду сюда. Тающую. На язычке. Показай, как тает. Я зубками даже не кушаю. Просто язычком к небу придавил. Я это свежая рыба. Уйди, свинья, мне все противно. Уйдите в все остальные кафе. Вот в городе круче, чем в кафе Султан, нигде не кормят. Где кафе Султан располагается? Рынок славянский, знаете, сельсовет. Ну вот, этот, корпорация, центр, зеленый остров. Тут все. Торговая точка города, южные районы практически. Улица Тевосянова, там, тут труда. Там, без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Чтобы сохранить какое-то, ну, более или менее человеческое лицо, мне приходится напрягаться. Потому что, извините, я просто объелся. Это очень вкусно. А теперь я хочу потанцевать. Зачем мне вообще куда-то ехать? Можно приехать сюда. Хотя, зачем мне куда-то вообще отсюда выходить? Танцы, шмансы. Ну, и некоторые устраивают там жмансы. Это все здесь. И за дискотеку платить не надо. Лучше лишние 100-200 рублей проесть. Причем покушав вот такую качественную пищу. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...